наше все программа для настоящих мужчин добрый вечер друзья мы с вами эфире радио 1 программа наше все наш телефон прямому эфира 8 800 758 98 еще раз 8 800 758 98 я ведущий тимур черепнин сегодня у нас в студии разговор о интересном таком направлении сегодня мы не про родное подмосковье поговорим о про далекое зарубежье про афганистан про переход через перевалы вот и в гостях у меня сегодня очень интересные люди я их представлю барханов евгений евгеньевич режиссер кинодраматург ветеран боевых действий в республике афганистан путешественник участник 61 российской антарктической экспедиции член русского географического общества евгений добрый день здравствуйте следующим у нас идет шафиков ринат ринатович ветеран г.ру кто не знает это главное разведывание управлением министерства обороны участник боевых действий в афганистане таджикистане чеченской республики профессиональный альпинист путешественник художник сотрудник краеведческого музея города одинцово московской области ринат здравствуйте да и темирбекова сулухан кудебердыевна заведующий лабораторией по селекции на устойчивость к биотическим и биотическим стрессовым факторам ведущий научный сотрудник доктор биологических наук и профессор здрасте сулухан добрый вечер да вот такая у нас замечательная компания и мы сегодня будем разговаривать в афганистане о горах о путешествиях о том как настоящие мужчины покоряют перевалы и просторы вот еще раз напоминаю наш телефон 8 800 758 98 звоните пожалуйста задавайте свои вопросы ну а мы давайте начнем с того немножко сначала до афганистан какие с ним связаны воспоминания понятно чтобы боевым наградам это служба ну и очевидно что это наверное и послужило как бы первым шагом к тому что вот сейчас будет организована эта экспедиция расскажите пожалуйста немножко о своем боевом опыте ринат я закончил ташкентско-высшее общевисковое командное училище имени ленина 8 7 году тогда получил уже инструктора горной подготовки очень был хорошо подготовлен для ведения боевых действий в год в горно пустынной местности был хорошо подготовлен и на протяжении на протяженности фактически 14 лет из 19 лет а 14 лет был на войне воевал в горно пустынной местности начиная с афганистана заканчивая чеченской республикой на кавказе на северном кавказе вот и если брать почему именно мы выбрали афганистан мне приходилось было афганистане когда наших войск уже там не было это вот 92 93 год в каком году вы начали там служить я начал осень седьмом при советском союзе когда наш советский ограниченный контингент находился в афганистане советских войск в это время я начал служить сразу после училища не служа где-нибудь на периферии попасть куда-нибудь там служа в россии там других решить что действительно наверное интересно ренат расскажи что тебе довелось участвовать на переговорах с полевым командиром ахмад шахом а судом не приходилось общаться и с ахмад шахом а судом и с дустумом абдурашидом и с другими полевыми командирами дустум это страшный человек это генерал правительственных войск который перебежал на сторону маджахедов но он не так понимает что вообще афганистан такая ситуация где там переходили на одну сторону на вторую воевали за себя и в зависимости от того там есть это было выгоднее есть там удивительно не у всех естественно ислам удивительная наука она еще до наука терра религия там естественно все все рядышком и и и в этом есть разные направления и одно из направлений которые подкупает которым подкупает всяких боевиков это вот обмани постулат обмани неверного и аллах тебе в этом помощник поэтому действительно когда ты общаешься с верным и неверным они разделяют и абсолютно разный подход абсолютно разный принцип вот поэтому поэтому ренат поскольку на востоке большинство лет своей службы провел он хорошо знаком с востоком а восток дело тонкое вот вот расскажи вот об этом вы вот с вами как общались как с верным или как ну во первых я был и язык хорошо знаю и похоже и уже все знал их менталитет и обычаи знал хорошо с ними фактически они меня считали за своего а вы мусульманин я не могу говорить потому что я с с одного года попал детский дом я не видел никогда ни родителей ни ни оцени модно вообще никого ни родственников не виделся нового года попал детский дом и пятрием Nistat я не могу сказать кто я и хотя я до петна до 5 класса жил на территории монастыря вот местуре drolem столя который который на который на территории этого монастыря находился наш детский дом старейся bomb 16 века бихатурский детский дом половина детского дома занимала монастырь, а половина молились монахи. И Ренат по юности вспоминает интересные моменты, когда они, обозлившись на что-то, и Ренат, в частности, из рогаток стреляли по монахам. Ну, было, да. То есть, с детства было недоверие какое-то к религии? Да, нет, мы хорошо, они к нам хорошо относились, просто нам надо было развлекаться, дразнить, мы же дети были. Детская шалость. Да, детская шалость. Да, мы же как-то хотели... Из рогатки по монахам. Экстрима тогда, экстрима как-то какого-то, чтобы там как-то вот, ну, маленьких, да, были экстримы, ну, вот такой... То есть, с детства тянуло к экстриму, я понял, подергать льва за усы. К опасности, да, к опасности. Начали с того, что стреляли из рогаток по монахам, а потом продолжили тем, что переговоры с Шахмадшахом. С Ахмадшахом, да. И с Зустумом. Ну, я не скажу, что они такие жестокие. А, для зрителя, для... Для зрителей тоже, потому что у нас идет прямая трансляция. Ахмадшах Масута, паншерский лев, лидер маджахедов северной части Афганистана, лев, который был справедлив. Это один из полевых командиров, с которым удавалось найти общий язык. А в чем его справедливость проявлялась? Он держал слово. Даже данные не верны? Ну, вот это тут надо, чтобы Ренат сказал. Я не скажу, что Ахмадшах до 95-го года очень сильно сотрудничал с Россией, как самостоятельно государство появилась Россия. Его фактически перетянуло, что он стал на нашей стороне воевать, потому что объявились такие талибы. Появились. Кто-то говорит, что они в Афганскую войну появились. А я считаю, потому что я с ними уже столкнулся. Их появление началось в 90-м году. Впервые они себе заявили. В 90-м почти третьем, в 94-м у него же почти войско. Две провинции осталось за Ахмадшахом. Они поставили его в воду. Тогда Ахмад уже половина в пянже стоял по колену воде. И тогда он обратился за помощью России. А если брать еще глубже, он в 93-м году, 13-го июля, именно с его базы, банформирование, которые готовились, уничтожили 12-го заставу. Это вот мы будем говорить за 93-й год, 13-го июля. Я не скажу, что это его в силу поставило, то, чтобы у него уже не было выхода, как обратиться к сильному соседу России за помощью. Но, тем не менее, это единственный полевой командир, с которым удавалось о чем-то хоть договориться. Понятно. А сейчас такие в Афганистане есть? Вот среди, там, маджахи... Ну, сейчас я... Среди тех людей, на территорию, к которой вы пойдете. Пользуете там кто-то таким авторитетом? Они все, да, авторитетные. Мы идем... Шох Пир Ленгари, духовный лидер Ваханского коридора. Он, считай, второе лицо после Агахана. Фактически, Агахан 4-й, это лидер Исмаилитов. Там, в самом Исмаилитское вероисповедание. И Пир Шох Ленгари, он всегда хорошо принимает. Мы с ним уже шесть раз встречались. Его сын, Наби, занимается всегда нами. И он нам обеспечивает безопасность, и проход, и прочее все, и продовольствие, и все полностью организовывают нашу экспедицию. Но это не не на всю территорию, а про другую часть нашей экспедиции. Да, неисследованная территория Ваханского коридора очень неисследованная. Она 290 километров, узкая полоска. Мы ее называем пальцем дюранда. В каком-то 1895 году это была проведена вакуумная нейтральная полоса. Между кем и кем? Ну, тогда это была Индия. И когда англичане, британская империя в Индии, когда они узнали, что царская Россия граничит 290 километров с Индией, у них был шок. Они фактически заставили Россию сесть за стол переговоров. Эти переговоры проходили в Читрале, куда мы идем. И фактически была проведена вот эта нейтральная полоса. Вот эта узкая полоска афганская нейтральная вакуумная полоса Ваханский коридор называется. Который 290 километров. Понятно. Мы его называем палец Дюранда. Хорошо, я понял. Итак, я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что у нас с вами мы находимся в эфире Радио 1, программа «Наше все». И сегодня мы говорим о настоящем таком мужском путешествии, путешествии в Афганистан на опасную территорию. Там никогда не было безопасно, и сейчас там также небезопасно. и надо быть настоящим мужчиной для того, чтобы решиться и сделать такой поступок. Давайте тогда перейдем с вами к целям экспедиции. Какие вы ставите цели перед этой экспедицией? Начну? Да. На самом деле даже Ваханский коридор, о котором говорил сейчас Ренат, это одна из частей Афганистана, которая до сих пор не попала в районы исследований поиска наших поисков, в частности о пропавших без вести бывших советских военнослужащих. То есть первая цель экспедиции это поиск советских военнослужащих, которые пропали на территории Афганистана во время Афганской войны. Они могли быть захвачены в плен, они могли быть погибнуть, могли остаться там в качестве пленных, и вот этих людей вы сейчас их разыскиваете. Да, дело в том, что с 2015 года заморозились поиски в связи с усложнением обстановки на территории Афганистана. И вот фактически несколько лет потеряно, хотя наработки есть. С нами пойдет еще один уникальный человек, это Лаврентьев Александр Владимирович. Он долгие годы занимался поиском пропавших без вести. С его участием из экспедиции под его руководством обнаружили несколько живых бывших военнопленных и пять ретащили уже на родину пять останков погибших наших бойцов. А живых вывели оттуда? Живых, да, в том числе, кстати, с одним из этих людей, это уникальный человек, который был личным телохранителем Ахмад Шаха Масуда. Это бывший наш военнопленный, был, как говорится, очень близко к телу. Да, он сейчас живет у нас в стране, была полная амнистия, и вот как раз с ним Александр Владимирович занимался поиском. Они возвращались в Афганистан, довольно серьезно рисковали, но тем не менее кое-что обнаружили и нашли. То есть это практически такой афганский стирец? Ну, нельзя, хотя, кто знает, я не буду, потому что сейчас однозначно ничего нельзя сказать, потому что все возможно, а когда люди сталкиваются тем более даже по касательной чуть-чуть с разведкой, уже начинают по-другому смотреть на меры. А у разведки правил нету, это уже все. То есть как ты начинаешь исследовать правилам, ты уже становишься предсказуем. Понятно. Вот. Ну, это я как драматург. Я понимаю так, да, я понял. Значит, по сути дела, то, чем вы занимаетесь, вот есть такое понятие, как вахта памяти. Вахта памяти, это поднимает останки тех, кто погиб во время войны, но не захоронен. Вот она, как правило, посвящена вахте памяти Великой Отечественной войне. Я так понимаю, что у вас такая вахта памяти посвящена Афганской войне, по сути дела. Плюс еще возможность найти и спасти, вывести тех людей, которые до сих пор в плену находятся. Да. Ну, в основном, конечно, в плену там вряд ли находится. Скорее всего, это уже добровольно переход. Ну, как принятие ислама, если ты остался жив. Столько лет уже. А потом уже возвращаться было тяжело, наверное, семья и тому подобное. Хотя тот случай, который нас сейчас тянет в Афганистан, и в том числе и проверка данных об этом человеке, указывает на то, что он все это время находился в плену. Вот это уникально. Вот. Посмотрим, проверим. Вот. А еще один момент, который бы хотелось сказать. о том, что если сравнивать с Великой Отечественной войной, то в отличие от этого, скажем, захоронения, которые производили маджахеды, наших бывших советских военнослужащих, расстрелянных или погибших, заминированы. Вот тут есть сложность в том числе и в поиске. Вот. Как вы ее будете решать? Вот вопрос. То есть вы еще не решили вопрос? Нет, на самом деле все по месту это будет решаться, потому что так или это не так. То есть, вернее, минировали это в основе своей часто. Вот. Насколько мы даже все помним даже по фильму, ну и там по службе, что это самая простая вещь. Да, да, да. Положил тело, под него положил гранату. Переворачиваю тело, граната сработала. Ну, тем не менее, все зависит от того, как его, это тело прикопали, не прикопали. Если оно лежало просто наверху, то оно уже действительно оставляет, как говорят антропологи, желать лучшего. Вот. Потому что на солнце, да, 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 да. А если оно прикопано, то есть хорошие шансы обнаружить хороший генетический материал и собрать останки. Понятно. Ну, а минирование уже 30 лет все-таки. Я думаю, что что-нибудь придумаем. Ну, и обезопасить себя в том числе. Но, тем не менее, я оторвал. Но миноискатели, по-моему, сейчас такой любимый товар в наших магазинах подмосковных один из... Когда в Абонистане уже миноискатели не работали, щуп, щуп, потому что пластиковые стали мины быть, да, к сожалению, металлоискатели там... Ну, вот у нас на базе гарнизона у меня еще щупы, знаете, такие деревянные, времен Великой Отечественной войны есть такие с остальным наконечником, разбирать флажки. Если надо, я могу вам одолжить. Не надо, там и бонитовые у нас. А, и бонитовые. Только если только в музее. Нет, у нас тоже деревянные, но еще и сейчас на вооружении состоит этот щуп. Вот. А если по поводу мин, я вам скажу, что с военнопленными, может быть, куда мы поднимались на перевал Гахаи, там, конечно, нету мин. Но самые опасные места, конечно, это Ваханский коридор. Это когда мы впервые совершили восхождение в 2011 году, впервые поднялись в истории на главную вершину Афганистана, гора Нашак 7492. Вот это местность... Сколько, еще раз повторяйте? 7492. 7 тысяч. 7,5 тысяч метров. Да, почти 7,5. Там была местность очень сильно заминирована. Очень. Каждый второй метр. Нам прям конкретно... Но, слава богу, с нами шли лица, пастухи, которые очень к нам прониклись, что мы эту высоту берем. Это у них самая святая гора, вершина. И они прошли, нам показали все минные поля, потому что Афганистский коридор граничит с пятью странами. Это вот Афганистан, Таджикистан, Китай, Джаммы, Кашмир, Индия и Пакистан. Это все вот... То, что называется пять углов. Да. И все стараются принести там какую-то мины поставить против своих же там, чтобы кто-то не ходил. Если это такой перекресток миров, зачем туда столько мин нахажили? А вот это самое интересное. Ну, там вот так горы, южная стена подбрюшья гендукуша восточного, она 7-тысячная, 6-тысячная непроходимая, не изучена никем. Каждое ущелье, каждая вершина. Это спорная территория. Первый проход и первого восхождения, первый проход делаешь. Где не вступил, ты, возможно, даже делаешь первую историю в жизни, первый проход в этот район. Он еще не изучен никем. Территория была долгое время закрыта. Ваханский коридор, южный подбрюшья Читрал и до Кунзы, предгорье Южное. То есть территория закрыта, но при этом очень многое заминировано. То есть она с одной стороны закрыта, с другой стороны часто посещаемые. Караваны ходят, караваны идут с оружием, караваны идут с наркотиками. Многие караваны действуют. И поэтому я так думаю, что поэтому мины ставят и Афганистан, и другие страны. Да, вот мы с вами, когда беседовали вне студии, сказали, что вы счастливый человек, фартовый, как вас коллега Евгений назвал, что за всю свою службу в Афганистане вы не потеряли ни одного человека. Я в Афганистане не так уж много воевал. Я воевал год. После Афганистана я еще воевал почти 14 лет. Он находился в войнах, в боевых действиях. Это горячие точки. Восстан Генфергана в Баку, Таджикистан долгое время, Чечня, ну, Чеченская республика, Кавказ. И фактически за всю свою службу, руководя своими подразделениями, я не потерял ни одного солдата. Поэтому вы идете старшим на экспедиции, да? Да, 9 экспедиций совершил. 9 экспедиций совершил в Афганистан с 2009 года. И в самые опасные места ходил, и в минные поля, и впервые мы брали самые сложные вершины, которые 6А, 6А, 5Б, их категория сложности, они там порой никем не открыты, никем не изучены. Вот мы шли. Пока без потерь. Возвращаемся. Я не буду сейчас рекламу давать. Мы не будем, как говорится, ярлыки вешать, счастливые, фартовые. Все в руках божьих. Вот. Но то, что отмечен действительно какой-то печатью этот человек, это совершенно очевидно. Можно, конечно, про него рассказывать и утомить зрителя гораздо. Но давайте тогда переходим уже, наверное, к слухам. Сейчас перейдем, да. Еще раз от всей души хочу пожелать удачи. И хочу, чтобы эта удача... А удача, она всегда как улыбается подготовленным. Я слышал тоже, опять-таки, от вас рассказ о том, как вышла ваша группа и шла другая. И ваша группа прошла без потери. А вторая группа, которая шла практически по вашим следам, пошла на падрев, да. И все вроде удачи-удачи. А потом выяснили, что ваша группа шла не по основной тропе, а чуть выше, да, как положено. По свежим камням, чтобы не нарваться на заминированную. А вторая шла расслабленная, понимая, что перед ней уже прошли, но прошла вот по тому пути, который был заминирован. Удача, она такая очень дама с прищуром и с выбором. Капризная. Она, во-первых, капризная. Во-вторых, она понимает, кому улыбаться, а кому нет. Точно. Да. Слухан знает, видимо, лично ее. Ну точно. Знакома лично. Поэтому еще раз от всей души, и от себя, и от тех, кто нас слушает и видит, желаем вам удачи в этой экспедиции. И понимая ваш опыт, мы понимаем, что удача вам будет улыбаться далеко. Мы искренне от всей души этого желаем. Спасибо большое. Да. Мы разобрались с первой целью экспедиции. Первая цель экспедиции – это поиск людей, которые служили в Афганистане. Это были не только русские, да, это все, кто населял СССР. Кто-то из них остался в плену, кто-то остался там, перешел на другую сторону, кто-то умер, кого-то расстреляли. И, как это говорится, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Вот эта святая миссия – найти и похоронить тех солдат, которые там погибли – это вот одна из самых главных и первых целей. Вторая, я так понял, судя по рассказам, они… Вы знаете, и прерву. Интересный момент, который малоизвестен. Значит, Красный Крест присоединился к вызволению наших военнопленных из Афганистана, когда мы вошли туда, и первые пленные появились. Это с 79-го года Красный Крест сотрудничал по 83-й год. В 83-м году мы отказались от сотрудничества с Красным Крестом. Почему? Вот сейчас интересный момент. 11 бывших военнопленных было… вернее, военнопленных были вывезены в Европу, я не буду говорить, куда. И их поселили в тюремное, так скажем, помещение, где им обозначили срок 2 года. Нужно было отсидеть, но за этот тюремный срок… За то, что они ввели войну против… Вот так их осудили. Европа их осудила таким образом. Красный Крест их спас, вывез. Так вот, 11 человек там находились, получали 246 крон в месяц. Их возили по музеям, создали им условия. Вот так они отбывали наказание. Судя по кронам, это получается Дания, да? Швейцария. Швейцария. А, швейцарский крон, понятно. Да-да-да. Вот, и значит, что после этого произошло? Когда срок закончился, из 11 человек на родину вернулись 5. Ну, понятно, если тебя будут возить по музеям, платить тебе кроны… Да, к сожалению, вот такая история была. И с 1983 года Красный Крест перестал влиять на военнопленных и на события, которые там происходят. Да, а эти люди растворились, и они живут, и не вернулись на родину. Они живут на Западе. Вот, я знаю, в Канаде живет человек. Ну, вот так вот. А поэтому с 1983 года уже люди, лица, попавшие в плен, они уже могли рассчитывать только на самих себя. Да, все. И на родную армию, которая, на разведку, которая занималась поиском и вызволением из плена. Многих очень вывела седьмая группа, восьмая группа особого отдела. На период это можно было выкупить, сторговаться. Ну, там очень много интересных моментов, но это опять эфира не хватит, к сожалению. Я понимаю, да. Ну, на самом деле, вот, ну, всем известная там история с крепостью Бадабер, Бадабер, которая находилась на сопредельной территории. Сейчас сериал вышел, наши, кстати, коллеги там в нем участвовали в его создании, снимались тоже. И там было же, ребят, запросили поддержку, и, в общем-то, можно было бы же их выручить, но не выручили. История, к сожалению, если фактически к ней подходить, она не подтверждена ничем. То есть это художественный вымысел. То, что мы видели на экране, это полностью художественный вымысел. А вот, что было на самом деле? Очень трудно сказать. Тем более, у нас есть очень хорошая возможность, не будем конкретизировать, у нас очень хорошая возможность попасть в Бадабер. С 85-го года, вот, Ренат, в 12-м году был в Бадабере. Ну, давайте. Да, не будем... Лучше позовите нас на другой эфир, мы расскажем и про Бадабер. Замечательно. А мы находимся на Радио 1, в эфире передача «Наше всё». И наша передача сегодня посвящена путешествию настоящих мужчин. Евгений и Ренат, которые здесь находятся, сидят в нашей студии. В Афганистан. В ближайшее время и мы беседуем о целях, задачах этой экспедиции. И продолжим через некоторое время уже о другой цели говорить, о биологической. Добрый вечер. Мы продолжаем эфир Радио 1, в эфире программа «Наше всё». Ее ведущий Тимур Черепнин. Сегодня мы говорим о экспедиции для настоящих мужчин. Экспедиции в Афганистан. Вот, в скором времени это произойдет в очередной раз. Мы с вами говорили о двух важных целях, которые преследуют эта экспедиция. Да, напомню, телефон 8 800 758 98. 8 800 758 98. Телефон нашего прямого эфира. И вы можете нам позвонить или посмотреть нас в Ютьюбе. Сейчас идет тоже прямая трансляция. Не только можете нас слышать. Вот, мужчины много говорили, и это замечательно. И мы проговорили про две важные цели. Это поиск тех военнослужащих, которые погибли или взяты были в плен во время войны в Афганистан. Такая вот вахта памяти о афганской войне. Поговорили немножечко. Я думаю, что мы еще к этому вернемся. К вопросу о альпинистских целях этой экспедиции. А сейчас мы хотели бы немножечко поговорить о биологических целях этой экспедиции. И вот в этом нам поможет Тимирбекова Сулухан. Сулухан, еще раз здравствуйте. Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Немножечко предварю ваш эфир такими некоторыми информационными. В 1924-1926 году на территории Афганистана побывал академик Вавилов. Тогда он еще не был академиков. И пошел по тем районам, которые, как и сейчас, очень неспокойны. Тогда они были заняты басмачами. И собрал замечательную коллекцию. Сейчас вот очень много вокруг этой коллекции идет споров. Каких-то разных мнений. Сулухан, что вот вы об этом думаете и скажете? Спасибо большое. Во-первых, я должна сказать, что, наверное, сам Николай Иванович Вавилов гений биологической и сельскохозяйственной науки. Николай Иванович Вавилова знает не только в Советском Союзе, и в России, но и во всем мире. Прекрасно знают. Я думаю, сам Николай Иванович Вавилов поспособствовал встрече и знакомству с замечательными мужчинами, которые сейчас выступили, с замечательными воинами, героями афганской войны. Храбрые разведчики. Это вот Ренат Ренатович Шафиков и Евгений Евгеньевич Барханов. Сам Николай Иванович, думаю, посодействовал именно нашему знакомству и дальнейшему развитию наших отношений. Можно сказать, что он был таким вот тоже по-своему разведчиком, да, только биологическим разведчиком? Биологическим, биологическим. А это связано с тем, что в сентябре 2017 года наш институт в НИИ, фитопатологии, ФАНО, Федерального агентства научных организаций, проводил конференцию под названием «Проблемы экологии и сельское хозяйство в 21 веке». Эта конференция проводилась согласно устава президента Путина, который объявил 2017 год годом экологии. А мы, я была председателем организационного комитета, и мы решили в институте посвятить эту конференцию 130-летию со дня рождения Николая Ивановича Вавилова. Удалось? Да, и я накануне конференции буквально за 3-4 дня мне мысль пришла позвонить в Русское географическое общество, Московское отделение. А Николай Иванович Вавилов был первым президентом Русского географического общества. Я позвонила, нашла телефон, позвонила. Интересно, как меняется жизнь, да? Первым президентом был Николай Иванович Вавилов, а сейчас президентом этого общества является министр обороны Российской Федерации. Да, сейчас министр обороны. Которому мы как раз и апеллируем. Кучу Петовичу, да, Шойгу сейчас, да. И я спросила, нет ли у вас, не сохранилась ли карта путешествий Николая Ивановича Вавилова в Русском географическом обществе? У меня был вопрос такой, кто поднял трубку, там один из начальников, из руководителей поднял трубку. Что, ответили? И он мне ответил, вы знаете, говорит, я вам хочу посоветовать, есть человек очень важный, который прошел по следам Николая Ивановича Вавилова по Афганистану в 2012 году. 2012. Да, в 2010-2012 году. Я обрадовалась, говорю, дайте, пожалуйста, мне координаты. Он говорит, я найду и вам перезвоню. И он буквально через полчаса перезвонил и дал мне телефон Рената Ренатовича Шапикова. Круг замкнулся и все стало на свои места. Да, круг замкнулся. Сулхан, давайте вот ближе к цели. Я понимаю, да, история большая. И Рената Ренатовича пригласила сделать основной доклад на этой конференции, которая была в сентябре. И о чем был доклад, Ренат? По следам Николая Ивановича Вавилова по Афганистану. Ренат Ренатович выложил весь маршрут Николая Ивановича Вавилова. Графически нарисованные эти маршруты. Он по этим маршрутам снял культуры сельскохозяйственные, которые росли. Ренат, это вы? Да. То есть вы принесли рюкзак травы? Нет. Это не стояло. Фотографированные культуры. Он просто сам, сам, он сам, ему никто не говорил, никто не велел. Я для себя снимал, да. Ренат, а зачем это сделать? Почему? Сулхан, прошу. А зачем это? Вот у вас же, наверное, какие другие были еще задачи? Ну, в принципе, я как человек, человек, который хожу по земле или в горной местности, когда я в незнакомый попадаю, я, конечно, ориентируюсь, стараюсь выйти из положения, чтобы безопасность организовать. Но у меня всегда, я, может быть, и живой остался на войне. Пищевую, пищевую, пищевую безопасность. Да, живой остался на войне, потому что я хорошо знал местность, хорошо знал растения, птиц, все знал. Для меня порой камень, который лежит на вершине, в горах больше скажет, чем весь генеральный штаб. Ну, это нередко так бывает. Да, и для меня он больше скажет, и поэтому я ориентировался на природу больше, чем на карты генерального штаба. Ну, конечно, карты тоже играли роль, но они мне больше подсказывали, как жить на войне. И вот, и в результате... А траву-то зачем фотографировали? Я всегда фотографировал животных, и тот край, который... Я знаю, что я нахожусь в этом крае, неизученном, неизведанном. А что потом с этими фотографиями делаете? Я представил, вот, Академию Тимирязевскую, я представил... Потому что у вас же есть уникальные растения, как оказалось. И Салухан увидела... Я увидела, да. И все слушатели конференции, который проходил в президентском зале Российской Академии Наук 22-23 сентября, мы продолжили в Тимирязевской Академии, они были в восторге. Были в восторге от... Где, значит, фотокамера работала? Там прекрасные зерновые культуры, зернобобовые культуры. А чем они так прекрасны? А потому что видно, как это выровненный фон, как будто там работает научная селекция. Нет таких вот прыгунов в посеве. Все выровненные посевы. Может, стригут? Нет, не стригут. Точно? Картофель прекрасный. Там не видно никаких пятнистостей на листьях. Это говорит о том, что там вообще растут культуры в здоровом состоянии. То есть вы увидели на фотографиях отличный, хороший генетический материал? Да, очень хороший генетический материал по зерновым культурам. Там пшеница, ячмень. И причем Ренат Ренатович походу рассказывал, вот это на такой-то высоте, это на такой, это скороспелые формы. Здесь вот так убирают. И примитивная там система. Сейчас туда до сих пор не добралась. Индустриализация и так далее. Мы были в восхищении. И сейчас, после этой конференции, когда мы уже... На следующий день в Темирязевке продолжил Ренат Ренатович, среди студенческой молодежи. Сулухан, еще раз, давайте ближе к цели нашей экспедиции. Ближе к цели. Потому что я понимаю, что вы много что можете рассказать. Теперь, значит, я хочу сказать... Зачем вы сейчас, Рената, он вам уже фотографии принес. Зачем еще его посылаете в Афганистан? Николай Иванович Лавилов собирал в натуре растения. В натуре собирал растения. Он привез с Афганистана более 7 тысяч образцов. Более 7 тысяч образцов разных культур. И прошло много лет. Так, а что теперь? Не повторялась экспедиция. А сейчас, когда мне предложили, едет, формируется экспедиция в Афганистан, вы не хотели бы биолога включить в состав экспедиции? Это было очень такое важное предложение. Как же так? Как же можно упустить такую возможность? А кто пойдет биологом в эту компанию? Потому что никогда подобная экспедиция не повторится. Афганистан – это тяжелый край, опасный край. Это понятно. Салухан, кто пойдет биологом в экспедицию? Пойдет в экспедицию, вот, значит, две кандидатуры. Один из Тимирязевской сельскохозяйственной академии, другой из Екатеринбурга. Вот, одного из них я лично выберу. Но они подготовлены? То есть это не ботаники? Да, в научном плане ботаники. А по жизни? По жизни я выберу из них вместе с коллегами, которые Ренат Ренатович и Евгений Евгеньевич. Ренат Ренатович, вы только смотрите, чтобы не такой ботаник, а чтобы он такой. Да, чтобы дисциплинированный, пунктуальный, храбрый. Я до выхода в горы, я сделаю, как в армии говорится, притиру весь коллектив. Отряд? Да. Такая будет небольшая сплоченность, такая небольшая будет подготовка. Я их проведу по тем опасным местам, как мы ходим. В ходе экстремального вида по пересеченной местности я буду делать задачи так, которые там. И мы должны все это решать. Отлично. И мы будем смотреть. Сулхан, я правильно понимаю, в свое время Вавилов принес много-много образцов генетического материала. Это генетический материал, этот важен для нашей страны. Это имеет большое народно-хозяйственное значение. Потому что там растущие пшеница, ячмень, фасоль и так далее, они скороспелые. Что это значит? Это значит, если та же пшеница и ячмень в нашей зоне Московской области созревают 90-100 дней, то тамошние пшеница и ячмень, они созревают 54-60 дней. Ренат, то есть в ваших руках буквально... Это для нас важно. Генетическая безопасность страны. В ваших руках буквально будущее нашего сельского хозяйства, получается. Да, мы идем, считая, с времен Вавилова, мы идем, считая, ну, может быть, третий раз. Видите? За этими образцами больше никто никогда не ходил. Афганистан застыл во времени. А насколько верят на то, что они приживутся на нашей земле? Потому что там в горах у них есть своя, собственно, микрокультура, микроклимат. Все приживется прекрасно. Нам важно то, что там экстремальные и жара, и холод, и болезни. Ну, все как в России, я понял. Да. И они приживутся. Коллекция Николая Ивановича, собранная в Афганистане, она у нас во всех регионах Советского Союза выращивалась. И на основании их выведены более 5000 новых сортов. А куда они сейчас делись? Что их укончились? Они имеются, имеются. Их нужно постоянно обновлять и постоянно более совершенные сорта создавать. А, то есть надо по новой, собственно говоря, провести этот процесс. Конечно, все двигается вперед. Если тогда урожайность устраивала 20 сантиметров, нас теперь это не устраивает. А сколько нам сейчас надо? Нам нужно, ну, в среднем, ну, 50. То есть в два раза увеличить? Да. И вы планируете, что за счет тех образцов, которые... И они устойчивы к болезням и к вредителям в Афганистане. И они никогда их не обрабатывают химикатами. Да. Вот я сколько раз бесил, что-нибудь нет, ничем не обрабатывают. Совершенно. Они так растут, как вот себе посадили, они растут. Ну, они обрабатывают и землю, конечно. Это говорит о том, что генотип у этих, их растений. То есть нет никаких вредных вредителей. Он уже в генах содержит устойчивость. То есть это очень сильный, очень сильный к внешним стрессам. Очень сильный генетический материал. Разрешите, я немножечко так популяризирую вопрос. Давайте я обначаю еще раз напомню нашим слушателям, где мы находимся. Мы с вами находимся в эфире Радио 1. У нас с вами... Потом 2 минуты. Да и 2 минутки. У нас еще есть время. Просто нашим радиослушателям напомню, где мы находимся. Мы находимся с вами в эфире Радио 1. Передача «Наше все». Она посвящена уникальной экспедиции в Афганистан по пути, который прошел в 2024-2026 году академик Вавилов, тогда еще не будучи его академиком. И у нас в студии присутствует Ренат Евгений Сулухан, который рассказывает о целях этой экспедиции. И мы с вами продолжаем об этом беседовать. Итак, тогда я пафос собью из рассказа Рената, который посетил удивительное племя Калашей в Исково в горах. Племя уходило от исламенизации в горы, спасаясь. И там осело. Какая у них вера? Вера – язычники, многобожники. Причем их ритуалы и представления о вере довольно сильно пересекаются с представлениями о многобожии у наших славян. То есть где-то близко на генетическом уровне, на том самом недопорченном. Ренат прошел по краям. Парун – столица амганских Калашей. Парун – перун. Слово «калаш» – вообще очень русское такое. Да, и «калаш». В том числе. И он прошел по краям. То есть он не ставил задачи исследования. Но, тем не менее, он прикоснулся к этому, ко всему. И неожиданно ему был предложен напиток. Ну, «калаш» – это тоже из зерна. Да, да. Этот напиток с градусами. И когда Сулухан услышала о том, что этот напиток был предложен, ее как человека науки страшно заинтересовало. Как делают? Процесс, технология. И она, Рената, действительно, серьезно пытала довольно продолжительное время. Ну, надеюсь, что не пытала, обошлось расспросами. Ренат только, как это сказать, пробовал готовый продукт, но технологию не видел. Давайте все-таки расскажем, что это за продукт. Продукт – продукт, продукт – продукт. Самогон. Ах, вот. Я предполагаю, что это самогон, который местные жители делают из хороших, высоких сортов пшеницы. Это означает, что там высококачественная пшеница. Высококачественная пшеница. Друзья мои, это чисто русская экспедиция. К калашам в Афганистан за самогоном. Это просто вот… Только мужчины могут себе позволить такое путешествие. Нет, ну, слава богу, если так будут думать об этом наши жены. Да. Ну, давайте… Для них это будет звучать официальная версия. И я хотела бы сказать, что Николай Иванович Вавилов за свою жизнь сделал 180 экспедиций в 65 стран мира. И в Афганистан была самая тяжелая экспедиция, самая опасная. И он поднимался до 5000, почти до 5000 метров над уровнем моря. И вплоть до этого он собирал, 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 вплоть до этой высоты собирал и собирал местное разнообразие растений. И привез самые уникальные. Например, с одной стороны гиндукуша, морковь оранжевая, розовая, а с другой стороны белая и фиолетовая. Это прямо половина морковки такая? Целая. А, то есть… Разные полуколоры. Разные формы. А, я понял. И формы даже. Да, я понял. То есть там теория центров, о которой он писал, это оазисы, так называемые, где сохранено создание и сохранение биологической культуры. Местных. Причем у нас водораздел, а у них через хребет все другое. И вот это разнообразие удивительное. Вот как раз вот сохранилось вот несколько центров по миру. И вот один из центров, и он доказал, в Афганистане именно вот в районе гиндукуша. Понятно. Уникальные. Уникальные. Один из центров культур. Зерновой культуры. И люди, и люди, вот эти калаши, которые сохранили свою веру, их очень мало. Среди них довольно много встречается голубоглазых и русоволосых людей. Много легенд существует о том, как они туда попали, как сохранили. Ну, не будем терзать других ученых-мужей, которые у радиоприемников, но это факт. И они там сохранились. Вот. Как сохранили и культуру. А раз они сохранили и свою культуру, значит, и культуру бобовых, зерновых, и все. От возделывания до уборки, до сохранения, до приготовления. Это нужно знать для того, чтобы вот... Ну, понятно. И поэтому вот ученый муж, вот как муж, неправильно я сказал, вот Сулухан, она как... Ученая жена. Да, да, не пустит нас туда без хорошей инструкции. Как, зачем и почему. Своего замечательного ботаника. Да. Если вдруг ботаник не устроит... Рената? Да. Как руководитель экспедиции. Да. То я попрошу лично Рената Ренатовича взять на себя функцию биолога. Потому что он уже интуитивно делал снимки, чертил эти самые растения, где невозможно было фотографировать. Он знает. А теперь фактически соберет материал из этих мест. И еще Ренат Ренатович в своем выступлении на конференции говорил о том, что в одном кишлаке сохранили вещи Николая Ивановича Вавилова. Вот если удастся попасть в этот кишлак, обратно, может быть, и привезут вещи Николая Ивановича Вавилова. Где он задержался на три дня из Катуль. Местные жители по сей день помнят. И Санглич. Долина реки Санглич. Где он на долгое время перед Бандаром, пограничным постом, он и сейчас так называется, где британцы стояли. По поводу этой эры, это была экспедиция Робертсона. Они его задержали. Один из комендантов Четрала. То есть Британия тогда вредила Россия? Она ушла только в 1947 году с Индии. В 1943-1947 году они ушли с Индии. Ренат, вот на ваш взгляд, как разведчика, опытного человека и не раз ходившего в опасные зоны, как вы считаете, что помогло Вавилову в те времена, когда действительно было опасно, были бы смочи, которые те же самые маджахеды сейчас? Время меняется, название меняется, но суть не меняется. Это одно и то же. Это бандиты, которые на своей земле творят то, что они считают нужным. Как Вавилов смог? Мне так кажется, что ситуация тогда тоже была самая тяжелая. Не как и сейчас мы ходим. Наверное, тогда еще тяжелее было, потому что все басмачество перекочевало в северные провинции Афганистана. И фактически оттуда засылались британцами. Они против нас работали. И Турция работала против нас, Индвер Паша. И Бухарский имбир, который жил в Мазари-Шариме. И как же в этой тяжелой ситуации Вавилов удалось... И вот самое удивительное, как он проник с Герата, я еще не могу сказать, как он попал к Калашам. Это еще можно попасть. Я согласен. Хоть тоже тяжелого, высокогорья, он чисто физическом труд, это будем говорить... Вы просто говорили, что он применил некую там такую хитрость. Да, но он... Так, у него экспедиция была переодета в британскую форму. Одета была... У него была одета английский китель, английские сапоги. Он был полностью одет, как английский офицер. Но я не думаю, что он проходил так, могли бы его пропустить. И зная, что это советская экспедиция Николая... Мне кажется, его интеллигенция, его смелость, решительность и... Знание языка. Знание языка британского, английского языка знания. И это все сыграло ему в пользу большую, что он прошел... То есть, как настоящий разведчик, он применял и внешний способ маскировки, и внутренний. Да, мне кажется, он так и шел. Он не афишировал, что он Советский Союз. И, может быть, где-нибудь шел так именно еще теми временами. До царской России шел. И мне кажется, его... И пропускали его. Потому что, я скажу, был самый тяжелый маршрут от Герата до... Через Кундуз и на Файзабад. Энс Файзабад и на Искашим. А с Искашим он вернулся. Это был тяжелый. Ему боялся наткнуться на наши войска, которые могли его расстрелять, когда он форсирование делал. Он боялся, что наши отряды самообороны его расстреляют. Никаких знаков оповещения не было. Как для любого разведчика. И он когда в речку вошел на лошадях, он орал, кричал. Свои, свои, чтобы все слышали, что он через речку идет. Что не было сигналов никаких. Он кричал прям. Ну, а потом, когда вернулся, и тут же вернулся с Искатуля, с Англии, и сказал, что прибыл в район Ишкашима, только афганского, прибыл один представитель, который был недавно караваном, ездил в район, в район Муджана, перевала Муджан, до Камдеша, до района Нурестанцев. Не изученный народ. Никем не изученный. Потому что впервые о Калашах узнал бухарский мир. И мы во время переговоров, когда с Робертсоном вели наши переговоры, наши генералы, когда в царской России была, и по мир, и решали вопрос этой узкой полоски, был лорд Дюрант, в подарок нашим офицерам и коменданту Кауфману был подарок представлен. Подарили калашей. Трех калашей подарили диких. И их обозначили как по классу. Что это самые дикие люди, которые вообще ничем не живут. И как они там вообще, они никем не сейчас... То есть цивилизованные британцы подарили трех человек. Да, подарили. Бухарскому эмиру. Живых людей сказали, что это подарок. Да, подарок, да. Кофиры, неверные. Неверные кофиры, чуть не обзывая их снежными людьми, которых о них еще ничего никто не знает. Глубоглазые. И они в клетку, и тогда на обозрение в Бухаре, в клетке они их держали, показывали. Ужас какой. Да, вот такая ситуация была. И когда Вавилов попал и узнал, что прибыл проводник, он сразу собрался на следующий день и с этим проводником пошел... Обратно. ...до Джалабада, как и мы прошли. Вот по этому маршруту. Ринат, у меня вот, я слушаю про историю Вавилова, который прошел эту экспедицию, собрал замечательный генетический материал. Да, он собрал. В 1940 году уже коллекция, собранная Николаем Ивановичем и его сотрудниками, насчитывала 250 тысяч образцов. Ого. 250 тысяч образцов. А в настоящее время насчитывается 350 тысяч образцов. Ну вот, мне задают вопрос, и письма приходят о том, что как же так покупает фирма Монсанто вашу коллекцию, которая стоит 8 триллионов долларов, как вы можете отдать Монсанто? Ну, за 8 триллионов можно, в принципе, наверное, отдать. Но коллекция растений, мировая коллекция растений, которую собрал Николай Иванович Вавилов, она является национальным достоянием России и залогом нашей продовольственной безопасности. Но мы сейчас теперь можем надеяться на Рината Ринатовича, который принесет новую коллекцию, а то можно сбагрить ребятам за 8 триллионов. Нет, ни в коем случае. А мы себе посвежее возьмем. Нет, нет. У нас есть в Якутии подземное хранилище построено. Еще в советское время строилось, она уже готова. И туда можно на сохранение перевозить нашу коллекцию. И никакой речи быть не может продавать фирме Монсанто. То есть не будем продавать? Ни в коем случае. Почему вот именно вот такая интересная цивилизация, и что вот и зерновые центры, как обозначил Вавилов, я так думаю, потому что народ, который проживал в Афганистане, был когда-то вот Сейстан, юго-запад. Афганистан и Сейстан. Это по иранской границе. Там зародился зероастризм. Это была первая цивилизация на Земле, которая еще 10 тысяч лет тому назад появилась. Цивилизация, где строили уже арыки, и были люди, общество жило. И у них были очень богатые плантации. И в результате трех уже в наше время эти монголо-татары и Тамерлан, которые просто как атомная бомба уничтожили все село-население Афганистана. Живых только остались кочевые-полукачевые племена Афганистана, которые вынуждены эту культуру делать. Спасибо. Да, я понимаю, что мы можем на эту тему беседовать бесконечно. Ренат, на прощание хотел сказать, что у меня такое ощущение, я почему про Вавилов говорил, что Вавилов прошел маршрут, собрал биологический материал. Ренат, вы прошли, вначале сфотографировали, сейчас пойдете за биологический материал. Да. Я так понимаю, что у нас есть улица Вавилова в Москве, и скоро у нас будет в вашей фамилии тоже улица. Нет, нет. Будет Шафикова. Вот. А мы с вами на Радио 1. В эфире программа «Наше все», ведущий Тимур Черепнин. Сегодня в нашей студии были Шафиков Ренат, да, Барханов Евгений и Тимирбекова Сулухан. И мы с вами беседовали о интереснейшей, захватывающейся, напряженной экспедиции, экспедиции в Афганистан. До свидания, до следующего четверга. «Наше все». Программа для настоящих мужчин.